Почти 10 месяцев уже продолжается расследование резонансного убийства журналиста Павла Шеремета, а вопросов к полиции по-прежнему больше, чем ответов. Не дожидаясь результатов, репортеры провели собственное расследование и сегодня презентовали документальный фильм «Убийство Павла» со своими выводами. Что стало известно журналистам? Об этом нам расскажет Анна Каменева, она уже видела ленту и сейчас прямо с нами на связи. Аня, здравствуй, ты посмотрела фильм, скажи, совпадают ли версии журналистов с официальными версиями? Здравствуй, Наталья. На открытый показ фильма «Расследование журналистов убийства Павла» пришло очень много людей. Это его коллеги и журналисты из других изданий. Фильм посвящен именно последнему дню перед трагической гибелью Павла Шеремета. Именно ночи, когда закладывалась взрывчатка, авторы рассказывают, что хотели восстановить поминутно, посекунду, что же произошло в ту ночь, когда взрывчатка попала под днище автомобиля, который взорвался 20 июля. Также авторы рассказывают, что изначально не было их целью сделать именно фильм. Просто после двух месяцев их расследования стало понятно, что слишком много фактов, о которых не говорят или не публикуют, или даже не нашли правоохранители. Также авторы рассказывают, что некоторые находки заставили команду по-другому посмотреть на официальные заявления полицейских. Вот те немногие факты, о которых удалось узнать. Дві главные вещи. По-перше, те, что, как я уже сказал, повторюсь, правоохранители не отработали значную частину очень важных доказов. И мы не знаем, почему они выпускают это с уваги и не работают с этими доказами. Это, с одного боку. С другой стороны, до этого злочину могут быть, по-другому, причетные спецслужбы Украины. Мы нашли вещи, которые полиция не публиковала. И, как будет видно из фильма, они, очевидно, не нашли этих вещей. Люди, которых нам удалось найти, и, по-другому, скажем так, кто были люди, которые были рядом с местным убийством. То есть, нас вразили, вразили особи этих людей и их, скажем так, их способ общения, который очень подозрелый был. Журналисты разыскали многих свидетелей, которые увидели закладку взрывчатки под машины Шеремета или были в тот момент именно на этой улице. В частности, таксиста, который на этой улице высадил пассажиров. Как оказалось, и об этом говорят тоже авторы фильма, что полицейские с ним так и не пообщались. Эти и другие факты коллег-журналистов возмущают, потому что они не понимают, почему затягивается расследование специально или не специально. Вспомнить хотя бы заявление правоохранителей. Ведь сначала, после трагедии, они говорили, что дело чести для полицейских, именно разыскать подозреваемых, найти убийц и раскрыть это дело. Однако, тогда появились пять первых версий, по которых расследовали дело и говорили, что их будут пытаться сузить. Но появилось в открытом доступе много видео с камер наблюдения. Однако, фотороботы подозреваемых так и не были опубликованы. Тогда Аваков заявлял, министр МВД Аваков заявлял, что это будет означать их публикация, что следствие зашло в тупик. Буквально в феврале на пресс-конференции министр заявил, что подозреваемых так и нет. Две недели назад тоже стало известно, что версий у полиции по-прежнему пять. По-прежнему следствие пять версий. То есть они за год, к сожалению, не продвинулись к установлению не то чтобы исполнителей, заказчиков хотя бы какого-то основного мотива. Тут можно говорить о... Мне кажется, каких-то вещей полиция не сделала на начальном этапе или не сделала сейчас. Показ фильма уже закончился. Видео будет опубликовано на YouTube-канале. Ну и напомню, что 20 июня прошлого года был убит Павел Шеремета в центре города, в центре Киева. Взорвали его машину, на которой он двигался на работу. Студия. Спасибо, Аня. Анна Каменева о журналистском расследовании убийства Павла Шеремета, результатом которого стал фильм «Убийство Павла». Продолжение следует...